Итак, доброе утро! Мы продолжаем нашу программу. В этот понедельник у нас тоже есть события, о которых мы хотели бы поговорить. Вернемся в минувшие выходные, когда в нашей столице состоялся концерт очень популярной украинской группы «Эсродорада». Как всегда, все прошло на ура. Много людей, много веселья, музыки. Ну и, конечно же, у нас в это утро появилась уникальная возможность пообщаться с участниками этой группы, с людьми, которые основали ее, говорят, пишут, выступают на сцене. Это Александр Химчук и Вячеслав Кондрашин. Доброе утро, ребята! Добро пожаловать к нам на телеканал СТС. Вы в первый раз у нас в гостях, хотя не в первый раз в Молдове. И что приятно. Значит, Молдова вас тепло принимает, и вам здесь у нас нравится. Я прав? Да. Что вас привело на этот раз в Молдову? Я понимаю, что вы здесь несколько дней уже находитесь, и это не только выступление, которое состоялось на выходные дни, но еще и, конечно же, работа другая, которую вы ведете. Мы, думаю, те люди, которые сидят за вашим творчеством, знают, что вы написали композицию, которая так очень тесно пересекается с молдавскими ритмами и молдавской мелодией. Записали, конечно, да. Это песня, которую мы назвали «Музыка-электроника Молдова». Она же является интерпретацией известной молдавской песни Зинаи де Жюле с Рабатуара и Щерасуна Музика. Мы об этой композиции, вообще о том, что же вас так заинтересовало в молдавской музыке чуть позже поговорим. Давайте немного поговорим о вашей музыке, вообще о вашем творчестве, о популярности. Потому что тот момент, когда появилась композиция «Витя, надо выйти», ну, наверняка, в вашей жизни все поменялось, перевернулось. Перевернулось ли это? Был ли какой-то такой всплеск популярности, узнаваемости? Повявилось большое количество концертов. Как изменилась ваша жизнь после выхода этой композиции? После «Витя, надо выйти» или после… Да, именно после «Витя, надо выйти». У нас начались бесконечные гастроли и концерты, и съемки. И мы в целом где-то год искали баланс, чтобы как-то, не знаю, жить, научиться жить немножко в другом ритме, в другом темпе. Потому что это две совершенно большие разницы. Студийное бытие артиста и гастрольно-концертное. Потому что у нас было весь 2017 год настолько много гастролей, чтобы мы успевали буквально заскочить домой, перепаковать чемоданы и снова уезжать. А что-то писать заново, что-то новое, опять же таки, творить и писать. У нас получилось только вот ближе к Новому году, ближе к декабрю, когда появилась небольшая пауза. И мы снова кайфанули от студийного процесса. И сейчас у нас, скажем так, мы больше склонны к тому, чтобы правильно планировать свой график и отводить, допустим, какое-то продолжительное время на гастроли, какое-то продолжительное время для студийной работы в меньшем месте. Слава, мне приходилось общаться с многими музыкантами, особенно когда есть командная работа в группе, когда есть музыканты, которые более замкнуты, они любят работать больше в студии. Концерт не дни, в тизе, так скажем. А есть люди, которые, наоборот, любят славу, любят, чтобы выходить на сцену, чтобы им рукоплескали. Вот в вашей команде как все происходит? Вы работаете вместе в студии? Может быть, кто-то больше сидит в студии и пишет музыку? Мы постоянно вместе созваниваемся, так, приезжаем предельное время, садимся вместе и уезжаем вместе. Когда это немножко разная атмосфера, когда в студии сидишь, ты что-то творишь, конечно, приятно, потому что когда ты людям показываешь свои треки, типа, вот, класс. Счастливо, мы больше студийные музыканты, правда. Нам гораздо комфортнее находиться и писать в студии, потому что мы не из тех, кто, слушая нашу музыку, можно подумать, что мы постоянно где-то тусим, мы такие, типа, вот клубные. На самом деле у нас тут все происходит в студии. К нам приходят наши друзья, есть круг определенных людей, которых можно, в принципе, перечислить по пальцам, и которые вот точно, ты знаешь, что вот этот человек был, вот сидел в этом кресле, когда мы писали эту песню, вот этот человек сидел в этом кресле, когда мы писали песню, мы давно, там, другую песню, мы давно этого не стесняемся, и нам порой это нужно, нам нужно энергетическое присутствие еще, еще кого-то. Мы приглашаем друзей, и у нас, вокруг нас там происходит что-то, они иногда там приезжают в компании, что-то занимаются, кто-то там веселятся, кто-то разжигает мангал, там делает, делает какой-то. Ну, то есть шум на этом сфере происходит, да? В основном нам никто не мешает. Все знают, что вот, если мы там делаем продакшн, туда лучше не лезть, присутствовать можно как-то. Это присутствие человека дружественного, это такое, важно, чтобы были правильные люди, и важно, чтобы в нужный момент ты повернул голову, и тебе сказали да, хотя ты и так знаешь, что да. Просто подтвердили, да, свою правоту. Что касается вообще популярности в целом, по вашему мнению, вообще есть такое мнение, что популярность портит. Портит и как людей портит, какие-то качества людей, в том числе и музыкальный продукт в дальнейшем, потому что люди уходят полностью в популярность, они начинают создавать только то, что хотят слушать их фанаты, и, грубо говоря, поддаются этому течению. Что вы можете сказать о популярности? Она вас поменяла в лучшую, в худшую сторону? Может быть, наоборот, вы начали больше уделять внимание каким-то мелочам, которые раньше не обращали внимания? Ну, как-то, знаешь, популярность, для того, чтобы к этому просто относиться, нужно понимать, что все проходит. Ну, то есть, неважно, у кого бы то ни было, у любого человека, нужно к этому относиться, как к чему-то такому очень, очень временному, поэтому не стоит на этом зацикливаться. И тщеславие, оно чревато всегда тем, что если ты будешь очень сильно углубляться, очень сильно купаться в этом, обратный конец палки может всегда ударить по затылку. Потому что человек, когда тщеславный человек, он всегда более уязвим. А мы всегда, я, по крайней мере, вот и слава всегда к этому стимулирую, быть более, более, быть открытым и больше склонным быть к самоиронии. Потому что нет выше, не выше, скажем так, для меня человека, выше уважения к человеку, который заставил меня посмеяться над самим собой. Это очень правильная штука. Вот, видите, надо видеть, эта композиция, она стала вирусной, по-настоящему вирусной. Эта композиция стала вообще в постсоветском пространстве, да и не только. Не сыграла ли она с вами вторую шутку? После таких композиций очень сложно создавать продукт, который бы не уступал по популярности, по вот этой высокой планке, и держать эту планку дальше. Возникла ли такая сложность? Что делать дальше? Мы год ждали, мы год ждали, и ничего не выпускали. Можно сказать, специально, хоть на нас давил весь наш менеджмент, который в большей части находится в Москве. ничего не могли бы выпустить, потому что это невозможно было переплюнуть, потому что в любом случае это сравнивали бы, да? Приходилось бы именно эту композицию повторять. Да, сравнивали, и кто-то ждет что-то типа Вити, поэтому нам нужно было выждать паузу, и сейчас у нас такой марафон, мы за месяц сняли, вот снимем сейчас пятый видеоклип, и сейчас будем запускать такую череду релизов. Да, вы рассказывали, когда вы только пришли, готовились к программе, то, что вы прилетели, получается, в Кишинев, вы вылетели из Киева еще в конце апреля, вот и вы вылетели из Киева, мы успели выступить на яхтинге у друзей, собственно, это был такой съезд, большая флотилия, юбилейная, компании One Life, 12 катамаранов, мы остановились на острове Порос, ну, это было великолепное просто пиво, путешествие такое, совместение многоеотбых и работа, да? Потом мы из Греции, из Греции, из Афины прилетели в Турцию, а в Турции у нас был неделя фестиваль, и Need for Fest, который очень долго готовился, там была очень огромная, дорогая сцена, это, ну, 26 артистов, достаточно большой лайнап, и потом после этого у нас еще было выступление для именно городской, которое организовывало телеканал Music Box, вместе с мэрией города Кемер, на площади, просто для горожан и отдыхающих. Вот вы с таким теплом начали рассказ о море, вот острова, наверняка у каждого у вас есть какие-то, может быть, любимые места в мире, вот, может быть, дом, может, Киев, может быть, еще какие-то страны, или острова, или экзотические, может, государства, где вы, может быть, отдыхаете, где вы находите творческие какие-то идеи, новые, близкие какие-то вас посещают, есть ли у каждого из вас такие любимые места? Вы редко домнетко посещаете, так скажем. Дома лучше всего всегда, а по путешествиям мы всегда по путешествиям, смотрим, чем-то вдохновляемся, но то место, где у нас все начало рождаться, все родилось, лучше нет дома, особенно летом-то в Киеве, на Андреевском спуске. Ну, да, правда, мы очень любим порой гулять по Киеву, иногда, когда что-то устал, нужно пройтись по дворам, и там можно найти все, там можно найти и увидеть и Молдову, и Одессу, и все, что хочешь. Давайте еще поговорим о Молдове, раз мы уже в начале нашей беседы затронули тему композиции, которая, думаю, многим нашим жителям уже стала известна, называется нам музыка, электроника Молдова, хоп-са-са, да, хоп-са-са, да. Вот это композиция, это какой-то сообразный эксперимент, проект. Вы вдохновились просто визитом очередным в Молдову, услышали какие-то мотивы, которые вас заинтересовали. Что это такое? Почему вы решили? Совершенно верно. Эта песня появилась, ну, как я все правильно сказал, после Нового года я приехал к друзьям в Кишинев и заехал на русское радио Молдовы. Эта песня появилась благодаря ребятам с русского радио Молдовы. Мы просто после эфира стояли во дворе. Большие шишки повлияли на ваше творчество, да? Да, стояли на перекуре с большими шишками и вышла Михаила, новостной редактор русского радио. И я просто рассказывал о том, что я нашел целый телеканал, где круглосуточная музыка. И она начала петь песню в отцены и дежуре, через музыка, добавив к ней эстрада рада 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 рада. Ну, конечно, да. Вот эта долгая шутка летала. И все. И это осталось просто у меня в моем телефоне. Потом, когда мы собрались вместе в студии, со Славой и с Валом, с нашим гитаристом, я им показал это, им очень понравилось. Мы решили просто сделать, скажем так, свою интерпретацию этой песни, абсолютно не рассчитывая, абсолютно не рассчитывая на то, что это будет какой-то там коммерческий проект, и просто для того, чтобы показать ее, отправить своим молдаванам. Захотелось что-то веселенького, радостного. Молдавская музыка, молдавский танц – это по определению веселое настроение, хорошая такая энергетика, которая объединяет, которая рождает новые какие-то эмоции. И вот я хотел узнать, если вы говорили, что вы смотрели молдавский телеканал, наверняка вы, возможно, может быть, увидели какую-то легкую разницу между молдавской музыкой и молдавскими танцами. Знаете ли вообще, какие молдавские танцы существуют, такие самые популярные? Вот Сырба, которая ты в принципе… Сырба, да. Уже связана, да. Что еще? А я даже не знаю, какие еще… А хоре слышали такое в том направлении? Хора? Что такое хора? Нет, если бы посмотреть… Да, вот давайте посмотрим, что такое хора. Буквально две секунды в исполнении нашей гордости с Нелли Чубану. Обычные танцы танцуются в кругу. Да. Люди становятся в кругу, берутся за руки, это объединяет. Любая молдавская свадьба не обходится без хора. Но это начало молдавской свадьбы – это хора. Еще есть такой танец, называется «Хастропец». Не знаю, если вы его слышали, вряд ли его слышали, но для начала я спрошу, знаете ли вы, кто такие наноши? На молдавской свадьбе не бывали никогда? Потому что у вас эти молдавские друзья, да? Еще пока нет. Наноши – это получается, как бы там объяснить, чтобы… Пассаженные родители. Вот, пассаженные родители. Ну, в Молдове нанош, моего наноша – это мой нанош. По большому счету, это такая большая цепочка, которая никогда не замыкается, но иметь наноша в Молдове – это очень важно. Так вот, когда наноша выносят подарки, калачи, играет музыка с званием «Хастропец». И прямо сейчас мы давайте посмотрим, как это происходит, для того, чтобы понятия хотя бы иметь. Ну, да, танцоры выходят с калачами, с подарками, с полотенцами, ну, в общем, празднично. Ну, и, конечно же, композиция, которая вас, в принципе, и привела к этой песне, к тому названию «Музика-электроника Молдова-Копц-отца» Зинаида Жуля прямо сейчас на наших телеэкранах, для того, чтобы и наши гости тоже еще раз насладились настоящей молдавской сырой. Ребята, в принципе, собственно, я думаю, через мгновение мы и эту композицию уже в новой обработке, в вашем исполнении, услышавшей в нашей студии. Спасибо огромное, что вы встретили это утро вместе с нами. И, насколько я понимаю, сейчас, вот в это время ведется работа, в эти дни ведется работа над видеоклипом к этой композиции, да? На какой она стадии? Это все будет происходить? Действите в Кишиневе? Вы ездите по республике? Это будет происходить в Кишиневе. Возможно, мы выйдем немножечко за город. Ну, я не стану открывать карты, но это все-таки будет... это все-таки будет Молдова нашими глазами. Потому что, знаете, вам сложно это видеть, потому что вы здесь живете. Мы будем рады нового взгляда на нашу республику. У нас сегодня в гостях были Вячеслав Кондрашин, Александр Химчук. Они обязательно для вас еще выступят через несколько мгновений. Мы наше утро продолжим. Обязательно, совсем скоро вернемся в студию.